Девушки отдыхают Так сколько деревня даст зерна? Сколько скажете, ваше превосходительство? Посмотри на мои руки На, смотри Мозоли видишь? Какое я тебе, ваше превосходительство Крестьянин я Так и давай говорить, как мужик с мужиком Сколько сможете дать? Сорок корцов Было и больше, только наши, то есть темерцы Раньше уже забрали и... Дадите 30, уже хорошо Ну, по рукам Скоро жду транспорт Благодарю, покорнейше благодарю Кроме старосты Я вызывал только Кузнеца Вилли Краснолюда Ты для него высоковат Логики тебе не откажешь Геральт из Ривии, ведьмак Вадгер Понятно, почему я не слышал шагов Чего надо? Йеннифер из Венгерберга Куда она поехала? Это военная тайна Ты все еще не выставил меня за дверь Не позвал караул Значит, у тебя есть предложение Тут в окрестностях завелся Грифон Убей его Тогда посмотрим, что можно сделать Почему для тебя так важен этот Грифон? Потому что для меня важны люди Это чудовище уже убило девятерых В том числе нескольких солдат Чтобы его поймать Мне пришлось бы вывести на охоту Весь гарнизон Прочесать лес Организовать облаву А это невозможно Не хочешь морочиться? Не хочу рисковать Я не могу разбрасываться силами Тимерские войска разбиты Но люди только и ждут Чтобы взяться за оружие Так что насчет Грифона Я могу сидеть сложа руки Или нанять мастера По рукам Но прежде чем я начну Пара вопросов Ты знаешь, где у Грифона логово? Сперва он держался Возле лисьего бора Я послал туда патруль Пятерых молодых ребят Два дня спустя Их нашел охотник Я бы их не узнал Если б не бляхи С тех пор Грифон нападает Где попало В деревне На полях На тракте Значит он бросил логово Придется ставить ловушку Судя по твоему тону Это будет непросто Чего тебе нужно? Для приманки Мне нужна одна травка Крушина Грифон почует Ее запах за 10 миль Кру... Крушина? Впервые слышу Но я еще не слишком хорошо Говорю на всеобщем Да Наверное сперва Ты выучил основные выражения Руки вверх Вздернуть Нет Сперва были поговорки Например Не играй с огнем Загляни к Тамире Эта травница Живет на распутье И она тебе поможет Мне нужно больше сведений Об этой твари Какого она пола Почему бросила логово? Может тебе очевидцев привезти? Они скажут не больше того Что я уже знаю Надо осмотреть место Где погибли твои люди Как звали охотника Который их нашел? Мыслов У него хата к югу от деревни У самого леса Полезный человек Хотя и... Странный Тамира и мыслов Спасибо С-зон в яхту Из тяплина Вот чего вам всём не хватает Герет Сталин Много работы нас тут ждет. Очень много. Ай, я тебе покажу. Если он драйон, I have my care. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... 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 Бежим! Всё, теперь… Нет! Нет! Пошли, уходи! Нет! Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 А-а-а! 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 Есть кто? Наверное, на охоту ушел. Следы свежие. Мыслов только что вышел. Ты, Мыслов? Слышишь? Волки? Хотя нет. Дикие собаки. Да. Они опаснее волков. Собаки опаснее волков не преувеличивай. Говорю как есть. Знаете почему? Нет, но чувствую, что сейчас узнаю. Потому что волки охотятся, чтобы утолить голод, а дикие собаки убивают для забавы. Совсем как люди. Да. Многому они от нас научились. Так почему бы и не жестокости? Я собираюсь на охоту. Где ты нашел нельфгаарцев, которых убил Грифон? А, понял. Вы ведьмак, убийца-чудович. Это о вас в деревне говорят? Ага. Ага. Почему у вас неприятности с этими псами? С начала войны. Как солдаты через деревню идут, бабу изнасилуют да задушат. Мужика убьют для забавы. Корову на мясо. А дворнягу? Разве что пнут походя. Но избиваются эти шавки в стаи. Голодные, исхудавшие, все в стру... Поздно. Они уже на кого-то напали. Дитер. Знаешь его? Мы вместе служили у помещика. Там, где сейчас войско стоит. Он был конюшем, а я охотником при барине. Но это было до того... Давно это было. До того, как что? До того, как меня выгнали из деревни. Что ты такого сделал? Ничего. Я выродок. Простите. Не хочу я об этом говорить. Я тоже выродок. Да. Но другого рода. Если это ликантропия, я могу помочь. Что? Ликантропия. Волколачество. Я уже помогал в таких делах. Обычно это простые проклятия, которые... Сын помещика Флориан и я... Любили друг друга. Дитер застал нас на конюшнях. Меня выгнали. А Флориан повесился. Барин начал пить. Имение пришло в упадок. Вот и вся история. Мне очень жаль. Ах, что было, то прошло. Мы шли Нильфгардцев смотреть. Пойдём. Ты знаешь что-нибудь об этом Грифоне? Немного. Это зверь не для меня. Зато ты для него в самый раз. Хоть бы поэтому полюбопытствовал бы. Я по лесу тихо хожу. Так что даже Грифон не приметен. Это здесь. Один лежал там, у пенька. Без головы. Второй висел на ветке. Кишки у него свисали аж до... Берегите себя. Я справлюсь. Это не первый Грифон, с которым я имею дело. И, вероятно, не последний. Хорошо, если так. Будьте здоровы. Нильфгардцы здесь что-то отмечали. Но Грифон их прервал. Земля чёрная от запёкшейся крови. Лагерь? Эти следы давнейшние. Они глубже. Солдаты в доспехах. Наверное, не львгардцы. Эти следы давнейшние. Они глубже. Это длинные спасания. Эти следы давнейшими. Продолжение следует... У нас непlicht. Я Eternalка чёрная. Качай. Заступа. Продолжение следует... Гнездо Грифона, точнить то, что от него осталось. Тело пролежало несколько недель. Он был еще жив, когда Грифон его сюда принес. И долго умирал. Самка. Личинки в ранах уже вылупились. Значит, она мертва по крайней мере неделю. Выходит, второй Грифон, самец. Глубокие колотые раны по всему телу. Она, как тях и клюви, не следа крови. Она не защищалась. Должно быть, ее застали врасплох, пока она спала. Края клюва стерты в подшерстке седые волосы. Ей было лет 10-12. Грифона находит пару в молодости. Значит, самец примерно того же возраста. Жесткая ость. Густое оперение. Королевский Грифон. Это объясняет, почему самец, которого я встретил, был так агрессивен. Сперва он напал на нельфгарцев здесь, в лесу, а потом начал рыскать по всей округе. Я сделал все, что мог. Пора возвращаться к Весимиру. Зажгли. Это мог сделать только человек. Продолжение следует... Здравствуй, хозяин. Я вот прочитал, что у вас беда с колодцем. Как есть беда. Призраки там завелись. Уж лет 20 как. 20 лет? Что ж только сейчас похватились. Потому как раньше мы черпали воду из реки. А после битвы столько в ней трупов плавает, что она отравленная стала. Дочь моя, Люба, выпила пол кувшины и совсем разболелась. Лоб горит, еды удержать не может. Со дня на день все хуже. Травница говорит, что человек в лихорадке много пить должен. И не пиво, или брашки. А воды как раз. Непременно чистой. Откуда же ее взять, ежели нет колодца? Духа сначала прогнать нужно. А он и подойти никому не позволит. Опиши мне этого духа. Ну, страшенный он жуть. Как он выглядел-то? Похож вроде на девку, но такую, что только из гроба встала. Платье на ней грязное, все изодрано. Кожа прямо кусками сходит. А воет, будто страдает очень. Значит, какой-то призрак. Или Альп. Да как ни назовите, мастер-ведьмак. Если вы им не займетесь, схороню я доченьку мою. Мне жаль тебя. Но работа есть работа. Надо обсудить плату. А что не так с платой? Вот и договорились. Хорошо, помогу тебе. Так где этот колодец? В хучах. Это хутор такой был. К югу отсюда. На пригорке. Никто туда не заходит. Потому как дух, понимаете, прогоните его. Очень прошу. Ну, я очень планы. Просто прошу. Я да. В кавкарус. Я не буду. Хорошо. Я не знаю. Прогоните его. В кавкарус. Я не знаю. Я не знаю. Она в горячке. Ничего вокруг себя уже не видит. Плохо ей, сударь. Очень плохо. Не смотри на меня, пап. А ты любишь стверчков? Ты их грызёшь или глотай? Вот и несчастный колодец. Полуденица? Интересно, что она здесь делает. Странно. Она не нападает. Похоже, полуденица не отходит от колодца. Тело высушено, следы ожогов. Работа полуденицы. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дневник может пригодиться. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИТО 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 Субтитры создавал DimaTorzok Широкий таз маленький, может придется пальцем. КОНЕЦ КОНЕЦ Улов удачный, браслет с гравировкой. Ларри от Волькера. Похоже, этот браслет принадлежал женщине, которую я нашел в колодце. Отличная работа, но придется его сжечь вместе с телом где-нибудь поближе к колодцу, иначе полуденецу не изгнать.